Девушки отдыхают Мандалины Здравствуй наш дорогой зритель Сегодня в гостях шоу Ночной контакт Популярный блогер Настя Рыжий Ты соответствуешь Да, я Рыжик Ты Рыжик Знаешь, у нас есть традиция, все, кто приходят с Dream Team House сразу же рассказывают историю про Даню Милохина Но сегодня пропустим Но сегодня давайте пропустим А, это Костя, кстати Это Костя Подосиновик и Стас Паганков Пожалуйста Настя Рыжик Настя, наши подписчики знают заранее, кто придет к нам в гости Мы об этом говорим, и они нам в группу закидывают тему на которую бы они хотели услышать ответы от нашего гостя Темы на выбор Перед гостем актуальные темы, связанные с ним Все эти темы интересны нашим подписчикам Но гость сам выбирает, на какую тему он хочет общаться История про Милохина Первый трек Переезд из Питера 20 лет Короче говоря Я и мама блогер Ты начал с истории про Милохина Это не я начал Это начали как раз вот именно подписчики У тебя мама блогер? Да Мама блогер, да Как вы к блогерству пришли? Мама первая пришла или ты пришла? Я пришла первая И подсадила маму И засосала туда всю семью просто Ничего себе Кроме папы Папа стойкий оказался Адекватный Да, адекватный Единственный Твоя семья живет в Питере Ты переехала в Москву Да Ты жила с родителями Да И с вашим братом Всю свою жизнь А брат блогер? Ну, наверное, не знаю Он как бы тоже принимает участие в съемках Там на канале моем старом снимается А у тебя есть кто-нибудь не блогер в семье? Есть Отец А он? Как ему? Он следователь-криминалист Следователь-криминалист Да Да Хорошая коллаборация Очень идеальная Он еще классный режиссер Он там что-то понакидает Своих идей Он оператор Он не блогер Он все снимает Нет, он не оператор Оператор мама Была Вот Потом я уехала из Питера в Москву Она стала блогером То есть Некого снимать было Пришлось себя снимать Да Так А папа как был Так остался А папа расследует Как такое произошло в семье Что все блогеры Да Вот И до сих пор не может распутать эту цепочку Этот криминал Вообще никак не может Маме подсказываешь ты Помогаешь контент делать Подсказываешь как нужно Или мама сама все знает Или мама наоборот Больше тебе подсказывает Когда мы ввели канал То мы вместе сидели Обсуждали сценарий И так далее И в основном Конечно мама мне помогала Потому что у меня еще тогда школа была И я просто не успевала сценарий писать Для своих собственных видосов А сейчас уже Она просто втянулась в это все Она мне иногда спрашивает Там помощь по каким-то социальным сетям Как например В истории выложить какой-то опрос Или еще что-нибудь Вот я ей помогаю Класс Ты сейчас пошла по своей По своему пути можно сказать А мама осталась на твоем канале У нас Вот у меня лично была такая Очень жесткая тема Не знаю почему Я загонялась на этот счет Что я не могу работать вместе с мамой Что у нас стираются отношения Как дочь и мать То есть у нас идут коллега по работе У меня даже мама записана в телефоне Как мама блогера И я вот это вот прочувствовала полностью Особенно когда я приходила со школы И стояли софиты уже готовые чисто И мама с камеры такая Ну давай И я Ну у меня это начало Мы это все в органы опеки передадим Ой Не-не-не Все продолжайте Продолжайте Меня это все начало бесить Раздражать скажем так И начались разговоры насчет того Что мама Мне исполнилось 18 И я должна работать отдельно Не с тобой точно И я тоже И у меня истерики были на этот счет И все Потом мне пришло Пришло приглашение в Dream Team А с кем ты больше В доме дружишь Общаешься С кем у тебя прям Классные отношения Я так не могу кого-то выделить Почему? Наверное просто С кем больше живу Ты одна в комнате живешь? Нет С кем? С Лианой С Рианой Лианой С Рианой Я буду Рианой Короче я живу с Лианой Тире Рианой Так Она одна из моих самых близких подруг в Dream Team Вопрос заключался в этом Ну класс Класс Очень хорошо Очень хорошо А есть что-нибудь еще в вашем доме? Ну и еще у нас есть домашние животные дома Это Милохин В том числе Милохин живу Ну да Так Недавно себе лысого кота завела Типа кот наоборот Что это значит? Ну типа без шерсти Ест с жопой Вкатали Ну да Не я просто не понимаю Что такое кот наоборот Ну типа нет шерсти А это наоборот? Как будто бы его наизнанку увернули А Типа кот наоборот Внутри шерсти получается Так А как пришло предложение в Dream Team? Просто копали-копали в интернете И наперлись на прекрасную девчушку? Ну Ярослав меня нашел Как я поняла Так И я решила Что нужно что-то сделать для ребят Чтоб меня вот Ну точно прям взяли Я решила снять для них видео Нет Короче говоря А у тебя Короче говоря Это где? Я решила посвятить Вопрос-ответ Вопрос-ответ Правильно? Нет, не вопрос-ответ Короче говоря Это Ответ-вопрос Это юмористические скетчи Так С закадровым голосом То есть ты прописываешь сценарий Пускаешь его закадровым голосом И под определенной ситуацией снимаешь Различные сценки И я придумала такое про Dream Team И ребята увидели из Dream Team И им очень понравилось И вот я здесь Круто Ну да А ты сейчас ролики снимаешь Короче говоря? Нет Нет Я тебе сейчас буду задавать вопросы А ты будешь на них отвечать одним словом Давай Короче, это будет Как у тебя Короче Короче говоря Короче говоря Давай Что делаешь первым делом каждое утро? Пью кофе Почему? Это два слова Так, стоп Стоп Давайте так Просто кофе? Просто кофе Либо просыпаюсь Одним словом Я слежу за количеством слов Сейчас надо выбрать одно из двух Либо пью Либо кофе Да Либо не пью Мы тебе помогаем Давай, давай Что делаешь Первым делом каждое утро? Просыпаюсь Правильный ответ Так Он мне подсказался Почему тебе нравится жить в Dream Team Ребята Ребята Каким должен быть идеальный парень? Блин, в одно слово Прилагательное используй Да Понятно Не глагол уже Хотя глагол тоже был бы Ну ладно Копать? Нет Делать Подождите Я прилагательное уже подумала Богатый Нет Бедный Нет Старый Нет Блогер Да Блогер Бааааа Вот Существительное вообще Эх Жаль мы до умного не дошли Ну пусть будет блогер Что говоришь, когда ударяешься об ножку стула мизинцем? Ай 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 Да хорош А там просто одно слово нужно Поэтому я дальше не говорю А второе? Можешь второе сказать? А вот не надо А вот ты сам говорил, что не надо А дальше что? Кем ты будешь Одним словом Кем ты будешь через 20 лет? Актрисой Актрисой Почему нужно подписаться на тебя? Тоже одним словом Ну правила игры не изменились Вайб 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 Вайб? А как же, ну, классно А как же А это туда все входит Клево Просто вайб это атмосфера человека У меня вопросов больше нет У тебя в рубрике, короче говоря, чтобы Настя ответила одним словом Будет какой-то личный вопрос Да, твое любимое слово Мама Мама У нас есть рубрика вопросов от зрителей Так Ребята, вопросы есть, да, у вас? Спасибо огромное Слава богу, а то рубрики не было Берешь, зачитываешь вопрос и отвечаешь Коротко и по делу Можно двумя словами Тремя, а не одним словом О, сколько тебе нужно денег в день? Больше всего денег у меня уходит на такси То, что мы живем за городом Это просто ужасно Перейдьте в Челябинск, там все проще По городу передвигаться Нет, там до Москвы еще дольше Кстати, да, правильно А какая разница, вот вы же А какая разница, вы же ведь все равно Все по интернету, где вам жить Москва, Челябинск, Саратов, Бугульма Вообще же все равно Вот ночной контакт где находится? В Челябинске? В Москве Ничего себе ты Вот уела Да Следующий вопрос Давай, следующий вопрос Сколько денег? Тысяч пять Тысяч пять в день Тысяч пять в день Надо Да, я не транжира вообще Да вообще не транжира Я люблю календжи собирать Нормально, сто пятьдесят в месяц Ой, какой почерк интересный Что там? Если все в Дрим Тиме Набьют себе на лице Тату Дрим Тим Ты тоже набьешь? Да у нас, наверное, на лице Никто и не набьет Просто потому, что это Испортит имидж Человек А если набьют, набьешь? Нет Молодец Следующий вопрос Потому что у меня здесь вот есть У тебя здесь есть? Да, у меня здесь надпись Дрим Тим Хаус Серьезно? Да Всех там маркируют Я показывать не буду Нет Чтобы Не, не всех Знаешь, как собакам Ставишь, чтобы если что убежали Чтобы найти откуда Из какого дома Я показывать не буду Да А вот Пашка техник показал бы Показал бы Конечно Подкатывал кто-то из известных Да, вот Подкатывал кто-то из известных Да, нет Просто Подкатывал Это имеется в виду как? Ну Мне недавно цветы кто-то подарил Я не знаю, кто это был Так Цветы теперь это подкат? Конечно подкат Но это подарок Кто подарил? То есть если я сегодня подарю цветы Это неизвестный А там про известного Да блин Просто я не знаю, кто это А, ты думаешь, что может быть известный Это тот самый известный и неизвестный Да Ушла от ответа Следующий вопрос Читай, Настя Видел, как ты показывала свою Что? Киску в сторис Киску подкат Вот это, конечно Подожди, это же запрещено Игра слов прикольная Расскажи подробнее Это игра слов? Точно? Расскажи А это не блокирует? Расскажи, пожалуйста Это ты ее побрила Или она всегда такая Про кошку же Сторис? Или вонлифанс? Это про что? Про кошку Это про историю Про кошку мою У тебя кошка есть У меня есть кошка, короче Я недавно купила себе котенка Девочку? Я так понимаю, это ты написал, да? Нет? Просто ты громче всех смеешься Порода канадский сфинкс Они с рождения лысые Так Их брить не надо Да Так что я не побрила Она сама такая была Не побрила киску Ты не побрила? Да И она Понятно Кто написал этот вопрос? Так, а в чем вопрос ты заключался? Что заключался? Про киску? А, так вот Ну да, она всегда такая Такая? Побритая Побритая киска Это правильно Современно Давайте следующий вопрос, пожалуйста Где будешь отмечать Новый год? Мы хотим с ребятами поехать куда-нибудь за границу Единственное, что у меня за грани все еще делается Вы хотите сделать подарок россиянам? Себе хотим сделать Не знаю, либо в Дубае, либо на Мальдивы Везуха вам Богачам А мы в Подмосковье где-нибудь Да Мы по пятерке в день не тратим За вашей квартирой можем последить Нет, спасибо, не надо Можем там с твоей киской посидеть А, кстати, вот этого я бы не отказалась Да? Я не знаю, куда ее дети Ну я найду ее применение Там кормить, гладить Я погладить Все Я накормлю кое-чем Ай, боже Я Мне уничтожать А чего такое? Кто написал этот вопрос? Кто этот гений? Я не могу понять Что случилось? Песец Песец Пишешь, уже песец Балакий скотель, песец А ты могла бы Что там? А ты могла бы встречаться с обычным смертным? С обычным смертным? Конечно смогла бы Я с такими встречаюсь Они умирают сразу, да? Не, они потом Они живучие оказываются Живучие Да Ну если у тебя будет Там вторая твоя половина Не из мира шоу-бизнеса Неизвестный Но вот обычный Простой вот человек У меня были такие И где они теперь? Остались в Питере Остались Остались там В смертном мире Есть еще вопросы? Нет? Нет, это все Это был последний вопрос А, это был последний вопрос Аплодисменты Насте Коль уж мы сейчас заговорили О простых смертных Интересно узнать Какие парни бы в целом Тебе нравится? Типа типаж? Наверное, больше узнать Качество парней Которые тебе бы понравились Неидеальный парень Настя тянет две карточки На одной написано Положительное качество Для парня А на второй изъян В итоге У нее получится Неидеальный парень Будем сейчас с тобой Составлять И решать Какие парни Он будет писать тебе Хитовые треки Он будет писать тебе Хитовые треки Круто? Да Ну круто, супер Ты любишь музыку И какую-нибудь Да, вот Очень классная характеристика Идеального парня Но есть минусовые качества У него вместо пальцев Сосиски У него вместо пальцев Сосиски Ну вот такой человек Но при этом Он будет писать тебе Хитовые треки А как он будет мне писать? Сосисками по клавишам Сосисками по клавишам Сосиска не сардель Ну да А твердая Получается Все зависит от настроения Нажать сможет На клавиши Ну и главное Чтоб не толстая По узлу Ну там разберетесь Ну все Значит получается да Серьезно? Ну да То есть идешь по улице Чувак Так а что Пальцы от сосисок Мало чем отличаются Абсолютно верно Да Стас Да все окей Да отлично Круто Сразу в точку Давай еще Идеального парня Составляем для себя Положительные качества Отрицательные качества Давай положительные Зачитывай Ты будешь его первой Ты будешь его первой Ой уже плохо Реально? Да нет Конечно плохо Почему? Да ну учить всему его Стас Вот ты думаешь Был когда первый у кого-то Кто-то тот был рад? Так Но он скрывает инфу Про свои предыдущие отношения Какая скотобаза Скотобаза Ну это вот прямо Вот реально скотобаза Клево? Ну да Нет Не канает В жопу пошел Давай следующий Давай Так Он идеально готовит Твое любимое блюдо Да какое у тебя любимое блюдо? Ой я тоже хотела тебя спросить только что Карбонара Карбонара? Да Сейчас все такие ресторанные Которые заходят И карбонару Салат цезарь мне А почему ты у меня Хотела спросить? Ну мне интересно Какое у меня любимое блюдо? Салат оливье Классно А у тебя? У меня карбонара Я думаю Что вы сегодня Можете поехать Я думаю Мы сегодня можем Уехать Уехать? Точнее Раздельно У него и пальчики Сосисочки И музыку Он охрененно пишет И он может посидеть С домашними животными Как выяснилось Карбонару люблю Со сливками Так Он идеально готовит Твое любимое блюдо Но его максимум 15 секунд Нет Ну нет У него максимум Ну там 15 секунд Я поняла Зато карбонару Готовит супер Но хватает На 15 секунд Зато четко На одну сториз Да Реально кстати А зачем? Для сториз Киску же показывал Какая разница Теперь Нет? Нет Выкидали Нафиг Давай Дальше Очень долго думала Очень долго думала Поняла Что контент На 15 секунд Такой неинтересен Давай Он помнит Все ваши Знаменательные даты Знаменательные даты Но Это типа День рождения Вы же девочки любите Когда первый раз встретились Когда познакомились Когда поцеловались Да Но у него нет Верхнего ряда зубов И вставлять он их не хочет Угу Ну а что мы с ним делать? Ну зато прикинь Он какой красивый Может быть У него нижние Такие идеальные Что верхнего ряда Не надо вообще Так У него Ничего не поднимается На других девушек Только на тебя Это хорошо? Не знаю Сейчас посмотрим Но вы будете жить В одной квартире С его другом Ой На него не поднимается А подождите А на друга Тут ничего не написано Не поднимается ничего На друга Ничего не поднимается Да-да Я думаю Да-да Ну вот и все Да-да Так Еще собираем комбинацию Так Осталось совсем немного Ой я уже прям по два Пофиг Все правильно Сначала плюсовые качества Вначале стеснялась Сейчас по два сразу Его малейшие прикосновения Доставляют тебе микрооргазмы Но он кашляет Как собака Кашляет А как собака кашляет Ну не заставляй Мне это показывать Покажи пожалуйста Покажи Гапчи Еще раз подожди Как Еще как Как Или вот так Апчегав Ой блин Апчегав Это чихает Да А кашляет А там кашляет Там кашляет Ну а что До собаки Ну тогда да Конечно Я беру его Боже Он очень нравится Твоей маме О Это все Да Нет подожди Но он обладает Самой лохматой жопой В мире Нет В смысле Показал собаку Покажи Как самую лохматую В смысле нет Я не понимаю Какой там минус Конечно Вообще Какой минус Волосатой жопе Просто она самая Волосатая в мире Покажи Не могу Встать Приросло Это прилип Волосами Спутался С диваном Так слушай Ну и что у нас получается Вот творчество Друг И Лайт как собака А вот Какой А творчество С чем там Сосисточки Пальчики А давайте его Его Не его А его Господи Ребята Отлично Если вы хотите Понравиться Насте Рыжик Делайте все возможное Чтобы ваши пальчики Были сосисточками Но при этом Нужно писать Хитовые треки Тогда у вас Есть шанс Это шоу Ночной контакт Гостях Настя Рыжик Мы продолжаем Ребят Мы сегодня От всей души Поздравляем Всех мам С днем матери Который в этом году Отмечается 28 ноября Другие наши мамы Будьте счастливы И раз уж Мы выяснили Сегодня Что Настя Она мама Это блогер И популярный блогер Прямо сейчас Я предлагаю Связаться С мамой Блогером Светланой С помощью Видеозвонков ВК Конечно Такое возможно Мы пообщаемся С мамой Мало того Мы сейчас С мамой Вместе С Настей Сыграем В игру Насколько Они друг друга Хорошо знают Ты готова? Да Погнали Здравствуйте Светлана Здравствуйте Угадайте Кто у нас Сегодня Вот здесь Вот такая Красивая Замечательная Вся такая Рыжая Привет Здравствуйте Привет Скажите Вы давно Не виделись Со своей дочерью? Наверное Мне есть Где-то Скучаете? Ну да Или вам некогда Вы контент пилите? Это тоже Так скучаешь Или нет? Конечно Скучаю Давайте мы Прямо сейчас Сыграем в игру Мы будем узнавать Насколько хорошо Вы знаете Настю Насколько Вообще В целом Знаете друг друга Посмотрим Насколько Будут сходиться Ваши ответы А я кстати Представлюсь Я из Из органов опеки Да Вот еще есть один человек Здравствуйте Я из органов опеки Хочу узнать Насколько вы знаете Свою дочь Поэтому давайте проверим Давайте первый вопрос Погнали Человек из органов опеки Очень плохо говорит Но очень медленно Это нормально Ситуация Итак Первый вопрос Что у Насти Лучше получается Быть хорошим блогером Или быть хорошей дочерью Вот и проверим Вот и проверим Блогер или дочь Просто пиши Блогер или дочь На самом деле Вопрос-то с подковыркой Так хватит Там расписывать Блогер или дочь Я думаю Блогер или дочь Готовы? Показывайте Браво! Сохрали ответы! Класс! Ага Вау! Быть хорошей дочерью Светлана написала Написала Настя Следующий вопрос Да, понимаю Что Настю В себе Бесит? Мы узнаем Насколько мама Хорошо знает свою дочь Да Да Настя, пиши Долго не думай На кону родительские права Между прочим Ну От единицы До десяти Ну блин Давайте От единицы До двух До десяти Готовы? Семь Восемь 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 Класс Ну слушайте Вы были близки Это практически Да Мама в тебя верит Просто Понимаешь? Мама забыла Про мои миндалины Ну как верит Восемь Не десять Вообще-то Следующий Очень интересно Я конечтивна И честно Спасибо, мам Еще один вопрос Может ли Настя Ударить кого-то Если человек Ее Выбесит? Ничего себе Вот Это как раз Для органов опеки Очень важно Мне интересно Еще вопросы Била ли мама Дочку в детстве Тоже задай, пожалуйста Не надо Там не задело было Раз Два Три Показываем Нет Нет Браво Нет Уху У нас с тобой Два правильных ответа Посмотрим Знает ли ответ На этот вопрос Мама Во сколько лет Настя Впервые Поцеловалась Ох Слава богу Я подумал Ну это уж Нельзя задавать Мама Тю-тю-тю-тю-тю Она пишет Мама Резко Стала Мама Сразу Я помню Этот день Я помню Этот день Ты не можешь Помнить Этот день Тебя не было рядом Прямо время Тогда укажите А ты не пришла Домой Не сказала Записывай А я вообще Даже Не в городе была Не в городе была Я готова Раз Два Под Настя Подождите Ждем Она стерла Написала Три Поехали 14 лет 13 13 Вот так Вот так Светлана А что за история В 13 лет Да Которую Настя Не знает Которую Настя Которая у Насти Была в 14 Ну мне кажется А ты в лагере Разве была не в 13 лет А не в 14 Нет Я просто не помню Мне кажется в 13 Ну ладно Ну поверь Ну год разницы Но ничего страшного Ладно Ну корни растут оттуда Хорошо И последний вопрос Вот на самом деле Интересный вопрос Очень Кем станет Настя Если отключат интернет Я знаю Чтобы ответил папа Что ответит мама Я не знаю Помощником криминалиста Мне интересно И мама Кем станет Получается Нужно было Кстати Такой вопрос Задать Мама готова Настя пишет Я все Актрис Брову Актрисой Прям в точку Короче это моя мечта Она хотела этого с детства Я думаю Что это Многих девчонок Мечта Проклятый интернет Ее значит Направил на путь Неистенный Ужас Спасибо вам огромное Светлана Что вы вышли с нами На связь Поаплодируйте Пожалуйста А я вас От всей души Три Это очень круто Это очень плохо Светлана Я от всей души Поздравляю вас И всех зрителей Кто смотрит шоу Ночной контакт С днем матери И вот хочется пожелать Чтобы все были мамы Такие счастливые Довольные Позитивные Как вы С праздником С наступающим Всего самого наилучшего Все Пока 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 Спасибо Насте Спасибо маме Спасибо этой позитивной семье Настя мы тебе желаем Творческих успехов Разрывай Жги дальше Ну и конечно Чтобы все твои мечты Осуществились И когда-нибудь Мы вместе снялись В одном кино Вау Спасибо большое Это было шоу Ночной контакт Увидимся в следующей четверти